Итак, приветствую вас, уважаемые пользователи и подписчики интернет-ресурсов.мегаобзор.ком Сегодня у нас обзор и тестирование планшета Prestige MultiPad 7.0 Pram Duo 3G Вообще 7-дюймовые планшеты, они, как можно заметить, особенно на платформе Android, ориентированы на бюджетный сегмент И являются более урезанными по техническим характеристикам, в отличие от 8-дюймовых и 10-дюймовых Это неудивительно, подобные планшеты используются как, во-первых, телефоны с большим дисплеем Поэтому 3G на таких решениях является очень актуальным и востребованным И, естественно, именно планшеты с 7-дюймовым экраном фактически вытеснили с рынка навигаторы на Windows-платформе Данный планшет также можно рекомендовать для использования в автомобиле Стоимость он на текущий момент примерно 5000 рублей, то есть весьма недорого, стоимость демократичная И фактически даже сопоставимая с навигаторами, которые обладают на порядок меньшим функционалом Несмотря на бюджетность, то есть Prestige всегда подходит ответственно к упаковке И на планшет поставляется такой вот уже знакомой, хорошо упаковочке под карбон Здесь размещена фотография планшета, основные технические характеристики И на обратной стороне данные по спецификации Давайте посмотрим на сам планшет Так, в комплекте у нас есть Естественно, сам планшет Мы его посмотрим Есть у нас сетевой адаптер Со сменной частью для розетки То есть если вы едете в путешествие Можно взять сменный блок И не будет проблем, то есть это даже для китайских розеток То есть весьма и отлично подойдет он для путешественников Собственно, из комплектации Можно также отметить USB и microSD кабель Он нам потребуется для того, чтобы скидывать файлы Есть у нас гарантийная книжечка И, собственно, из комплектации это все Итак, давайте посмотрим на сам планшет Какое-то у нас компактное решение Сейчас все уберу, чтобы нас не мешало Секундочку Прошу прощения, подготовлюсь Итак В руках у меня планшет Prestige MultiPad 7.0 Prime Duo Как можно заметить, название Prime Немного выделяет этот планшет среди 7-дюймовых решений И посмотрим, что у нас здесь есть интересного И действительно ли это Prime Или очередной планшет все-таки Итак, габариты 198 на 123 и толщина 12 мм То есть, относительно немалая толщина у этого планшета И вес 355 грамм Судя по всему, подобная толщина связана с навигационными модулями По-другому объяснить это сложно То есть, здесь всего 3-х Аккумулятор на 3000 мАч Это, согласитесь, не так много, как для планшета То есть, планшет не сможет охватиться длительным временем автономной работы По корпусу Здесь у нас лицевая часть глянцевая Как можно заметить, остаются следы пальцев Есть у нас прорезь динамика То есть, с планшета можно звонить Здесь у нас камера для видеосвязи Здесь микрофончик И давайте посмотрим по элементам На нижней части Качелька громкости Разъем microUSB Кнопка сброса настроек Аудиоразъем И кнопка включения То есть, все разъемы подписаны Также здесь у нас Слот для SIM-карт Он полноразмерный И microSD Разъем Прорезь динамика Размещено название модели То есть, все это у нас здесь есть И давайте посмотрим на сам планшет Держится он в руке Достаточно легко Несмотря на габарит То есть, я думаю, что Вполне с него можно будет Позвонить и даже Девушкам То есть, ну, в идеале Конечно, можно использовать Гарнитуру Итак, как несложно Гадаться по названию Здесь есть у нас Поддержка 3G модуль То есть, можно использовать Не только для интернета Но и Звонить с этого планшета А также Отправлять SMS То есть, он может заменить Например, в дороге Телефон Или быть Бублирующийся Установлен 7-дюймовый экран С разрешением 800 на 480 пикселей К сожалению, здесь Обычная TFTN матрица Как следствие Плохие углы обзора При горизонтальном Искажении У нас заметно Так, здесь у нас Сердцем этого планшета Стал чип Mediatek MT6572 Это бюджетный чип Мы его хорошо знаем Состоит он из Лидера Cortex-A9 Часовой рабочий 1000 Гц Доступность всего 5512 мегабайт Оперативной памяти И 4 ГБ Для хранения данных Казалось бы Это мало Но вполне этого хватит Например, для запуска Навигационных программ Типа Novitel Неспешных игр Давайте посмотрим Чтобы убедиться В этом посмотрим На синтетические тесты Напомню Двухъядерный процессор 7115 Набирает у нас В тесте Antutu Еще один тест Посмотрим У нас есть тест Виламу Синтетический Это 1350 На 349 Балов То есть Не рекорд Но, мне кажется Вполне достаточно Для неспешной работы То есть, если вас не интересуют Игры типа Asphalt 8 А им нужно Именно устройство В машину Или в дорогу С собой брать Или как дополнительный телефон Можно вполне рассматривать Эту модель Еще один тест Это Antutu тест К сожалению Почему-то производитель При таком габарите При таких габаритах Установил аккумулятор Всего на 3000 мАч И ожидаемо Всего 308 баллов В тесте Antutu Планшет не сможет Похвастаться Длительным временем Автономной работой С учетом того, что Если еще активировать 3G модуль GPS Я думаю, что в лучшем случае Где-то 2 часа Вы сможете походить С этим планшетом То есть, использовать его Для пеших прогулок В плане навигации К сожалению Не получится Итак, что у нас здесь Еще можно отметить Установлена операционная Система Google Android 4.1 Минимум мешает Со стороны производителя Это программы E-Reader Prestige Мы уже не разу остановились Есть установка Prestige То есть, если вы Первый раз используете Планшет Знакомьтесь с Android Здесь можно Смотреть программочки Которые можно поставить Веб Приложение Открывается нормально То есть, браузер Есть также Программа офисная То есть, можно открывать документы Судя по набору софта Дополнительно Планшет действительно Заточен под навигацию Это тестирование Навигации Усиленная навигационная возможность То есть, планшет На холодный старт Уходит менее 30 секунд То есть, весьма Отличные результаты Для планшета Особенно на чипе Давайте попробуем Запустим тест ГТА Графика здесь PowerWare 531 Мы с ней уже хорошо знакомы Подвертся Bluetooth 4.0 Wi-Fi 3G Естественно EG Чип RS Можно звонить Установлена 2 мегапиксельная камера Конечно Не рекорд Ну, поиграть С ней можно В ГТА, кстати, 3 Также можно поиграть На средних настройках То есть, таких вот серьезных Лагов Чтобы прям Зависаний Отметичного не было Хотя, вроде казалось бы Не такой уж Не такой уж Супер железы То есть, вот сейчас мы сидим И у нас за это время Села батарейка Было примерно 25% После тестов у нас осталось И, к сожалению Не так много Попробуем Прокачиваться Ну, что Убрать можно И свет, кстати, максимально Хороший Действительно Можно использовать этот планшет В дороге То есть Как для меди-развлечений Например Посмотреть Фильмы Так и Использовать его С собой Единственное, что Потребуется Например, пауэрбанк Для комфортной работы Такой у нас Получился престиж Мультипад 70 Prime Duo 3G Планшет неоднозначный Но В плане цены Я могу рекомендовать Этот планшет Как навигационное оборудование В машину Со своими, конечно Минусами Особенностями Но В этом плане Планшет, я думаю Может справиться Со своей задачей На отлично Я с удовольствием отвечу На все ваши вопросы В комментариях Подписывайтесь на наш канал И где у нас еще много-много интересного Много новинок Уже пришли на лабораторию Будет интересно Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok